Внимательность, союзник каждого коллекционера. Всем привет от канала ИП. В этом ролике хотелось бы затронуть такую тему, как разновидность монет 50 лет ООН. ПРУФ и обычная. Обычная выходила, согласно каталога господина Перхальского, 5 миллионов экземпляров и в состоянии ПРУФ 50 тысяч экземпляров. Некоторые разновидности вы можете увидеть в каталоге. Со своей стороны хотелось бы уделить внимание другим на живом примере тонкостей, которые можно наблюдать на монетах. Чаще всего попадается вот как первые две монеты в таком состоянии. Их много ходит по Казахстану. Но в таком вот как третья монета вы видите. Простая разновидность, миллионы, очень редко встречается. По своему опыту могу добавить. Вот смотрите, вот это простые. Они более белесые. Насколько может камера позволяет видеть. А в таком безукоризненном сразу же цена достаточно высокая в штемпельном блеске. Но фишка вся в этом ролике. Я хотел посвятить именно тонкостям. Посмотрите, ПРУФ чем отличается. То есть возьмем сейчас, откинем простые. Но возьмем в идеальном состоянии монету двухразновидностей. Вот так вот распоряжу. Посмотрите, насколько ПРУФ отличается. Пятерки, сами цифры, именно ПРУФовские. Видите, матовость. И самая фишка, тонкость. Посмотрите, вот сейчас, может через луквы, постараюсь уделить внимание. На листочке, вот на обыкновенной монетке. Видите, они сплошные, такие выпуклые. И теперь посмотрите, которые из-под капсулы ПРУФовские. Видите, листочки, как бы ямочки там есть. То есть четкость. И карта мира. Обратите параллельно внимание, насколько четко. Карта мира. Меридианы. Линии, видите, здесь их практически слабы. Видно, почти нет. И здесь безукоризненная точность и листочков. То есть, на первый взгляд, казалось бы, одинаковые монеты. Но, как видим, внимательность позволяет выявить много интересных моментов. Думаю, что не у каждого монета есть в состоянии ПРУФ. И теперь, как разновидность выпуска, тем более, еще 95-й год. Одна из первых монет Казахстана. Оборотную сторону. Обратите внимание, что же они принципиально отличаются. То есть, ПРУФовские гербы. Все-таки имеют и цифры по величине. Если одинаковые, то смотрится совершенно по-другому оборотная сторона. Вот первый вариант. И причем монета, повторюсь, здесь в идеале. И второй вариант. Как видите, герб совершенно по-другому смотрится. Четкость вообще приятна в руках. Такую монету держать. Надеюсь, этот ролик кому-то пришелся по душе и с интересом узнал такие подробности. На фотографии отдельные моменты вам будет лучше разглядеть. Особенно вот глубину листочков, о которой говорилось ранее. Не забудьте поставить лайк. Не забудьте поставить лайк.